Музыка За последние годы в Волжске особо остро стали заметны проблемы качества водопроводной системы, из-за чего вода из крана в квартирах и некоторых частных домах периодически становится грязной и с плохим запахом. В городе Волжске, в нашем муниципальном образовании, обслуживание и ремонт сетей, как водоснабжение, так и водоотведение, выполняет акционерное общество «Водоканал». На сегодняшний день износ сетей порядка 80%. Много очень проблемных участков, но тем не менее, все ремонтные работы, как и плановые работы, «Водоканал» справляется с этими работами и делает пока все это за счет собственных средств. Обслуживанием, содержанием и устранением аварийных ситуаций водопровода и водоотведения в Волжске занимается акционерное общество «Водоканал» за счет собственных средств. Сети находятся на балансе предприятия, и в основном ремонтные работы проводятся согласно установленному плану. Однако износ настолько велик, и чтобы реконструировать подземную систему водоснабжения и водоотведения в Волжск, необходимы огромные суммы, и без помощи бюджетирования со стороны республики произвести полноценный ремонт будет невозможно. Существует на сегодняшний день два очень сильных проблемных участка. Это два водовода, основных магистральных водовода, которые питают город непосредственно от станции обезжелезывания до станции второго подъема, и с третьего водозабора до станции обезжелезывания. Они требуют капитального ремонта, замены однозначно в этом году нужно будет сделать их. Какие районы питают эти водоснабжения? Практически самое основное – это машиностроители, город. Они основные водоводы магистральные. Износ у них даже больше 80% стальные, поэтому требуют замены на полиэтилен. В зиму входить с такими водоводами очень опасно. Мы можем подвезти город еще. Водоканал на сегодняшний день такими средствами не располагает, потому что объем очень большой. Там более 10 километров нужно заменять труб. Водоводы, которые находятся в изношенном состоянии, питают несколько районов города. Изношенность этих объектов приводит к переподключению сетей водоснабжения. А как результат, качество и напор воды в многоквартирных домах начинают портиться. Все эти аварийные водоводы, на них происходит аварийная ситуация буквально каждый день. Водоканал силами своих специалистов научился небольшие повреждения без отключения устранять. Но, как правило, приходится, если крупная авария, отключать эти водоводы. А любое отключение водовода подразумевает для собой дальнейшее возмущение воды, когда при запуске. Соответственно, в наших квартирах мы видим на следующий день очень мутную, грязную воду. Поэтому вопрос вот поэтому так острый стоит. Несмотря на столь печальное состояние сетей водоотведения и водоснабжения, в одном из направлений позитив и надежда на завтра все-таки проглядывается. Муниципалитет вошел в инвестиционную программу по реконструкции очистных сооружений, которая предполагает обновление и замену механизма очистки воды. Запланирована реконструкция на 2024 год. То есть будет заменен весь технический процесс, поставлено новое оборудование. У нас уже хлор не будет добавляться в сточные воды. У нас будет эта очистка происходить дополнительно уже с помощью ультрафиолетовых ламп. В дальнейшем у нас будет очистка еще в более лучших качествах. То есть в Волгу мы будем сбрашивать практически чистую воду. У нас здесь планируется построить новые сооружения. То есть у нас новая котельная будет газовая. Возможно, что электроэнергия будет уже не сетевой компанией, а с помощью газогенераторов вырабатываться. И, соответственно, будет меньше поломок на очистных сооружениях. И технически исправные будут уже новые. Очистные сооружения были построены в 70-х годах. Капитального ремонта на них не производилось. Реконструкция объекта позволит более качественно очищать воду и не вредить экологии. Что же касается водоснабжения, то в 2024 году запланирован ввод в эксплуатацию первой очереди Александровского водозабора станция обезжелезывания. Александровский водозабор на данный момент у нас происходит один из этапов. Это строится новая станция обезжелезывания. В ней тоже будет участвовать новый процесс. У нас есть станция обезжелезывания на промплощадке. Там какой процесс? Там за счет взаимодействия воды с кислородом происходит оседание железа. То есть получается окись железа. И это довольно трудоемкий процесс. Потом это все проходит через очистку, через фильтра. Фильтра с собой представляют ванны. В них находится кварцевая засыпка. И через эту кварцевую засыпку происходит оседание. В дальнейшем этот процесс будет совершенно другой. Это все будет проходить в закрытых ямкостях с новыми технологиями. И очистка воды уже будет на более тонком уровне. То есть не будет, например, марганца. То есть он будет оседать и выпадать в осадок. И совершенно новое будет оборудование, которое не будет требовать замены до долгий период времени. И, соответственно, не будут ремонты. Соответственно, скорее всего, не будет повышаться тарифы, потому что не надо будет это закладывать, такие большие ремонты. А следующим этапом будет возведение новых скважин на водозаборе, на Александровке, где будет совершенно чистая вода, другая, новая. Кроме того, в рамках инвестиционной программы на 2025-2027 годов комплексная насосная станция в центре города будет обновлена. Конституционная насосная станция номер 2, которая уже не существует практически, там стоят сейчас временные насосы, находится в районе Дома культуры МЦБК, если вы помните. Тоже включена в республиканскую инвестиционную программу и будет доделано. Сроки, правда, немножко отодвинуты. Это 2025-2027 год. И с вводом, конечно, этой станции облегчится нагрузка на все сети водоотведения центрального района, потому что она была одна из самых центральных. И я надеюсь, с вводом ее будет меньше аварий на сетях и жалоб тоже меньше будет о подтоплении подвальных помещений и всего остального. В городскую систему водоснабжения входит 153 километра трубопроводов водоснабжения и 125 километров канализации. Большая часть подземной системы требует ремонта ввиду критичной изношенности. Самостоятельно Волжский водоканал не в силах исправить это положение. Для модернизации необходимо участие в региональных и федеральных программах благоустройства, на что и направлены силы администрации, как заявили в мэрии.